Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 16 апреля, и мы с вами летим в Москву, и потом я еду в Мурманск. Авиакомпания Победа, и расскажу вам про все сюрпризы этой авиакомпании, и приглашаю вас со мной. Спустя 3,5 часа мы прилетели в Москву, и погода здесь классная. И вечером снова ходим в ступень. Я не удар. Я ничего не понимаю, главное. И на этом все, что я, начинается у меня в шпатке. Прошло ровно 5 дней, как я приехала в Мурманск. И буквально секунду назад вы видели кадры, как я снимала самолет, когда я прилетела в Мурманск. Прошло 5 дней, сегодня воскресенье вечер, и мы с мамой вышли погулять по Мурманску. И как вы думаете, что связывает Турцию и Мурманск? А очень много чего, и непосредственно именно Святой Николай, Николай Чудотворец, который является покровителем мореплавателей и путешественников. И именно в Мурманске, практически в самом центре города, ему стоит памятник. Вот эта лестница ведет в самый центр города на 5 иглов. На этой лестнице стоит непосредственно памятник Николаю Чудотворцу. И иногда именно по этой лестнице мы шли со школы домой. Памятник очень символичен для Мурманска, на самом деле. Ну да, видишь, он прям так стоит, и как будто он так охраняет Мурманск. Вот так вот, друзья, на самом деле связана Турция, которая находится в нескольких тысячах километрах от Мурманска, и непосредственно Мурманск. В одном из видео вы можете увидеть, как мы с Айханом ездили непосредственно в храм Святого Николая в городе Демре. Оставлю ссылку в описании. А сейчас мы направляемся в сторону площади Пятиуглов. Центр города Мурманска, площадь Пятиуглов, знаменитая гостиница Арктика. И по всей длине города тянется проспект Ленина. И на проспекте Ленина, на самом деле, очень красивые дома. Сталинская застройка с очень красивыми балконами, декором. Но этим домам необходима реставрация. Если бы все вот это вот отреставрировали, то центр города был бы очень красивым. Посмотрите, вот, например, напротив хорошо видно, какие красивые балконы, как выступают балконы. Надеемся, что покрасят, отреставрировать в скором будущем. И прошло и неделя. Сегодня, 23 апреля, прилетела я в Мурманск на прошлой неделе. В общем, прошла неделя, друзья, она пролетела очень быстро. И сейчас я уже нахожусь, знаете где, в аэропорту в Мурманске. И улетаю в Москву на два дня. И потом обратно в нашу любимая Лань. Это видео получится немножко таким скомканным, потому что я не снимала ничего в Мурманске. И в Москве вряд ли что-то буду снимать, потому что канал все-таки не про Россию, а про Турцию. Поэтому немножко покажу вам нашу аэропорту. В Мурманске у нас здесь стоит вот такая вот интересная матрешка с разными сувенирами. И есть здесь матрешечки, прям очень-очень маленькие. Посмотрите, вот такие вот совсем малюсенькие. И еще здесь я обнаружила вот такую вот шапку-ушанку с очень интересным узором. Ну а какие сувениры привозят из Мурманска в основном? Вот такие вот кораблики, тарелки с изображением ледокола, тарелки с изображением достопримечательностей Мурманска, конечно же, фигурки оленей, северных медведей и различные сувениры с изображением Мурманска, герба Мурманска. И наш самолет из Мурманска задерживается на полтора часа. Поэтому я сижу и жду. Как вы думаете, где я? Москвичи и не москвичи. Отгадывайте. Пишите в комментариях, как вы думаете, где я. Я думаю, что вы догадываетесь. Ну, в общем, друзья, я уже на Арбате. И знаете, у меня прям повысилось настроение, потому что наш рейс из Мурманска задержали. В Москве я два дня. Здесь идут на Арбате какие-то строительные работы, но все равно это не мешает прям веселому расположению духа. Сейчас 9 часов вечера. Вот так, друзья, выглядит сейчас Арбат. Иду в сторону Красной площади, потому что Айхан попросил сходить на Красную площадь и, в общем, снять ему видео. Очень хочется посмотреть. К сожалению, в этот раз он со мной не поехал. И идти мне до Красной площади минут 30, да, я-то, честно, не знаю, не ходила. Поэтому пока иду, расскажу вам, что произошло со мной за неделю. Прилетела я в Мурманск из Аланьи 17 апреля в 3 часа ночи. А 16 апреля я вылетела прямым рейсом, между прочим, авиакомпании Победа из Аланьи, из аэропорта Газипаша, прямо в Москву, в аэропорт Внуково. И билет мне стоил очень дешево, 7 тысяч. Я купила билет, в который входил багаж, ручная кладь и 20 килограмм. Поэтому, друзья, я не знаю, почему все так плохо отзываются об авиакомпании Победы. На самом деле мне понравилось. Достаточно очень хорошие самолеты, сервис, все было классно. Но самое главное, соблюдайте правила авиакомпании. Регистрируйтесь на рейс онлайн. Кстати, мне нужно это обязательно сделать завтра. И соблюдайте нормы права за ручной клади. Распечатайте билеты, чтобы вам не пришлось платить 25 евро в аэропорту, потому что очень многие стояли в очереди, им пришлось платить, целая семья, им пришлось платить 100 евро за всю семью, потому что они не зарегистрированы. Внимательно читайте билеты, которые вам присылают на электронную почту. Далее я прилетела в Москву в 4 дня, практически в 5, ездила на киностудию Горького по своим делам и далее ночью улетела в Мурманск. И вот тут началась сумасшедшая, интересная работа, встречи, бесконечные какие-то поездки. Все это продолжалось до вчерашнего дня. Сегодня обратно в Мурманске я ничего не снимала, потому что, ну, как я вам уже раньше говорила в этом видео, канал не о России, а канал о Турции. Поэтому единственное, что я вам могу посоветовать, это как покупать билеты. Так вот, билет в Москву из Алании стоил мне 6 тысяч, а из Москвы в Аланию мне билет уже стоил, представляете, 13 тысяч, 13 тысяч рублей в 2 раза дороже. Я не знаю, почему, многие говорят, что это связано с сезоном, многие говорят, что надо брать заранее. Ну, в общем, билеты очень дорогие, что турецкие авиакомпании, кстати, Пегасус начал летать с прямой рейсой, рейсой из Москвы в Газипашу. Поэтому из Мурманска я улетела за 5 тысяч рублей до Москвы, и из Алании полечу через... из Москвы в Алании, Приморье, из Газипашу полечу 25 числа, и этот билет мне стоил 13 тысяч рублей. Мне кажется, что тоже сезон. Поэтому могу сказать, что авиакомпания Победа мне понравилась, соблюдайте правила авиакомпании, и будет вам счастье, скажем так, потому что очень многие возмущались, хотя авиакомпания всегда предупреждает, и очень было много постов в Фейсбуке и в других соцсетях на эту тему. Поэтому обязательно читайте ваши билеты. Присающие русские сувениры. Деды Морозы. Ой, красота просто неописуемая. Вот эта с елкой. Как они украшены. Очень красиво. Специально для Айхана турецкий ресторан Таксим с турецким флагом. А вы турок? Вот видите, встретила Мустафу. Мустафа его зовут из Манавгаты. Представляете, прям в центре Арбата из Манавгата. Работает здесь с сентября месяца. И в июне уже обратно уезжает в Турцию. Всегда будет сидеть работать. В общем, соскучился по родине. Идем дальше. Народу много. Интересно. Я думаю, что я сегодня буду гулять допоздна. Друзья, в Москве Донеры прям на каждом шагу. Не удивлюсь, что этот ресторан тоже турецкий. И, кстати, как я вам уже говорила, в Мурманске у меня не было времени снимать. И была очень прям насыщенная, насыщенная неделя с утра до вечера. У меня были какие-то встречи, мероприятия и так далее. А сейчас в Москве у меня... Вот сегодня вечер после того, как я прилетела. И завтра целый день я отдыхаю. Встречу с вами, дорогие мои подписчики. Запишем отдельное видео. И полечу обратно в Аланию 25 апреля. Извините мне, пожалуйста, что это видео получилось таким прям уж очень скомканным, дерганным. Но ничего не поделаешь. Наслаждаемся Москве дальше. В Москве люди, друзья, уже входят в футболках. А мы идем... А мы идем с вами в сторону Красной площади. В Москве, друзья, я как, знаете, слепой котенок. Поэтому очень мне прям нравится, впечатляет. Но вы сами знаете, что в ночное время город всегда кажется красивее. Но мне понравилось то, что здесь очень чисто. Вот она библиотека. Я помню, мы были в Москве давно-давно. Лет 20, наверное, назад. Ну, сейчас переходим на ту сторону. Идем смотреть Кремль, наконец-то. Сейчас я нахожусь прям под самыми стенами Кремля, специально для Айхана. Снимаю Александровский сад. Как он выглядит зимой. Кремль, конечно, очень красиво подсвечивается. Иду просто вот куда люди идут, на самом деле, туда и иду. Древние стены Кремля. Красота, друзья, неописуемая. Потрясающе. Вопрос к москвичам. Друзья, как часто вы бываете в центре города? Как часто вы ходите на Красную площадь, живя здесь, в Москве? Мне кажется, это такое. Для меня бы это было, наверное, место вдохновения. Потому что я смотрю на вот эти вот величественные здания, исторический музей, Кремль. Насколько он красивый и прям масштабный. И мне кажется, для меня вот в Москве это действительно такое место силы, место вдохновения. Но на самом деле да. И я надеюсь, что Айхан тоже в скором времени увидит Москву. Потому что мы все ждем, когда отменят визы. Но я надеюсь, что визы отменят в скором будущем, и мы приедем. А может быть и не дотерпим до отмена визы, все равно приедем. Потому что очень хочу, чтобы он увидел. Единственное, что мне не понравилось, это вот эта вот подсветка. Если бы здание подсветили как-то красиво снизу, но вот эта вот ужасная, конечно, подсветка, она из-за нее не видна вся архитектура, все убранство вот этого здания. Я надеюсь, что чуть-чуть может быть видно. Но вот эта вот подсветка LED, она, конечно же, портит весь вид. Например, посмотрите, как подсвечен исторический музей. Очень красиво. Или вот там вдалеке какие-то здания. Рядом стоящая гостиница. Очень красиво. А вот эта вот LED-подсветка, мне кажется, портит все. Ну, не показывает всю красоту здания, это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, знаете, что я купила? Пирожки с луком и с рисом. Я забрала все, осталось три штуки. Вы не поверите. Это вкус детства потрясающий. Я хочу обратно в Машку. Улица Никольская, это просто шедевр. Можно сидеть, есть пирожки, слышать музыку и наслаждаться вот такой вот красотой. Это просто невероятно. Уже 11 часов вечера, но уходить совсем не хочется. Написала Ихану, что здесь просто, просто супер. Москва меня очень впечатлила, друзья. И знаете, о чем я подумала? Теперь на выходные и отдыхать я буду ездить не только в Стамбул, но и в Москву. В пятницу приехать вечером. И в воскресенье вечером уехать на два дня. Прям очень хочется. Я, наверное, теперь буду бредить Москвой, потому что завтра у меня кое-какие дела. С утра до трех часов я свободна. А потом у меня встречи, встречи, встречи. И опять я не успею, конечно же, посмотреть всю красоту, но я постараюсь до трех часов встать пораньше. И, кстати, погода очень теплая. И мне вот прям даже жарко в моем шарфе. Все. Как здорово, что я сразу не полетела в Аланье, а решила остаться в Москве на два дня. Ну, на один с половиной день. Потрясающе. Поэтому, Москва, мы с тобой будем видеться чаще. А сейчас я иду в свою гостиницу. И, друзья, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Встретимся в новом видео, которое уже будет, надеюсь, с некоторыми из вас, когда мы встретимся завтра. Поэтому, как уже сказала, на этой классной ноте с большими-большими надеждами на то, что Айхан в следующий раз приедет со мной обязательно и увидит всю эту красоту и то, что в Москву теперь мы будем ездить намного чаще. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»